Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь и сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных народных новостях. В Беларуси начали пропадать военные, которые отказываются ехать на так называемые учения, которые подразумевают собой вторжение в Украину. Среди белорусских пабликов распространяются посты, в которых идет речь о массовых отказах военнослужащих от участия в учениях. Все, кто отказался, начинают пропадать из воинских частей. Родственники не могут выйти на связь с ними. Военное руководство разводит руками и умалчивает истинные причины пропажи своих военных. На канале НЕХТА я дал более подробный комментарий, где объяснил, что Лукашенко выискивает таким образом несогласных, недовольных, не готовых отстаивать лукашенковскую и путинскую жопу в чужой войне. Он выискивает тех людей, которые поддерживают украинский народ. И как заявил полк Калиновского, идите, обучайтесь, получайте оружие и вы станете сопротивлением диктаторским хунтам. Не давайте повода себя задерживать и не позволяйте делать это с другими. Окупанты жалуются, что их не выводят из боевых действий и не предоставляют даже отпусков. Этот оккупант на слитой аудиозаписи вооруженными силами Украины говорит о том, что их посадили на самолет и только потом сказали, что они едут в Украину воевать. Это правда, что Ванька сказал? Что? По поводу контракта, что расторгать собираешься. Да, после всей этой фигни, да. Вот и какой фигни? Ну, какой-то рапорт собираюсь написать 3-го числа на то, чтобы на отказ идти, ну типа дальше здесь находиться. Потому что есть вариант того, что либо нас будут менять частично, либо нас еще на 3 месяца держат. А там может быть еще и больше. Это военное положение? Ну, я понимаю, что я на положении постоянно отстреливаю, все это стрельба, полеты, мировые, все эти фигни. В целом, блин, страшно. Ты не спишь или что? Или тебя психологически давит? Ну, психологически, можно так сказать, давит. Я понимаю, что у вас, как говорится, не навсегда могут поменять там, что обратно не вернетесь. Но хотя бы там на 10-15 дней отпустят отдохнуть, просто прийти в себя. Да, я сам тогда больше. На следующий раз буду просто отказываться, если буду говорить о такой фигнике. Нам-то, блин, только... Ну, просто не подписывай никакие больше бумажки и все. Нет, смотри, нам только сказали, что движуха вся вот эта начинается, с отнимки, типа, с этой всей фигной. Вот. И нам не сказали то, что мы едем, но нам просто сказали то, что, типа, вы едете в комбинировку, типа, в поля, на Чехово. Ну, мы такие думали, ну, ладно, фиг с ним. Говорят, у вас есть 40 тонн, чтобы загрузиться. Загрузились, я был в ужасе, я нифига не понимал, что происходит. И с вами тоже сказали, что мы его направим, это как дом пизде. В Беларуси пенсионера отправили под суд за то, что он отправил предложение по Конституции в лукашенковские органы. Сейчас идет масштабный всенародный диалог по внесению изменений в Конституцию. Беларусы активно включились в этот этап политической кампании. Все инициативы внимательно проанализируют. Таким образом, нынешний документ, говорят эксперты, станет самым народным в истории страны. Человек отправил предложение свое по Конституции, его посадили в тюрьму. Белорусские пропагандисты пытаются предоставить данную информацию с искажением, рассказывая о том, что он чуть ли не экстремист и террорист. А по факту что получается? Диктат. Бесправный диктат в лукашенковском бандестаге. Россия признала, что в войне в Украине на российской стороне воюют срочники. Они очень долго отрицали данный факт, рассказывая о том, что ни в коем случае они там не участвуют. Но время пришло и приходится признаваться, отводя внимание от того факта, что война продолжается уже более 100 дней. Что та самая спецоперация, которую Путин планировал на три дня, слишком сильно затянулась. Что та война, которую затеял Путин, проиграна этим же самым Путиным. И что страна, которая находилась на 25 месте в рейтинге стран по боевому потенциалу, дала присраться той стране, которая находилась на третьем месте. И все это придется признать. Это только первый этап. В Бресте и в Витебске дороги выглядят примерно вот таким вот образом. Ну, если это можно, конечно, назвать дорогами. По большому счету это такие вот ловушки для путинских танков. Ну, по-другому я это назвать не могу. Скорее всего, Лукашенко уничтожает в Беларуси дороги, так как боится, что Путин придет его захватывать. Ну, он его и так, в принципе, захватил. Но я сейчас про территории говорю. И, как вы понимаете, это все сарказм. Грустный сарказм. В Беларуси политическому заключенному, у которого четвертая стадия рака, дали пять лет колонии. И не важно, что человек может остаться там, что человек больше не увидит свободы и не увидит больше зелени и синего неба. Их не интересует жизнь белорусского народа. Их интересует только власть, которую они так сильно держат в своих синих пальцах, уничтожая при этом белорусский народ. Свободолюбивый белорусский народ. Российские оккупанты уничтожили второй по величине зерновой терминал в Украине. Они такое ощущение, что специально на это нацеливались. Так как вот МРИЮ они уничтожили тоже специально. Самолет, который не был военным, который перевозил огромные грузы. Самый большой самолет в мире. Окупанты уничтожили. Ну а теперь второй по величине терминал. Они специально уничтожают украинскую инфраструктуру. Нарочно. В офис ОМА приехали силовики с автоматами и ломами. Ранее эта компания приостановила работу в Белоруссии из-за войны в Украине. И теперь они решили и ОМА деноцифицировать. Пускай теперь все строительные магазины деноцифицируют, чтобы белорусский народ не имел возможности построить себе тот же самый дом. Лукашенко уничтожает не только свободу слова. Лукашенко уничтожает здравый смысл. Ну а теперь к хорошим новостям. НАТО не дает гарантии Российской Федерации о неразмещении ядерного оружия в Финляндии и Швеции, если те вступят в Евросоюз и подключатся к блоку НАТО. Это говорит только об одном, что Европа, Америка, да и в общем-то весь блок НАТО не готов идти на уступки ни синепалому диктатору, ни Путину. Каждый из них в обязательном порядке ответит за свои действия. И в этот раз не получится, как они делали это всегда. Телеграмм в 11 раз удалил канал Губашлепика. Знаете, я уже сравнивал Губашлепик с Чернобаевкой, как в Чернобаевке русским оккупантам дают присраться уже, наверное, раз в 50-е, те недоумки все прутся и прутся. Губашлепик такой же неадекват, ну так как он самостоятельно не принимает решения. Им сказали, регистрируемся, и они регистрируются. Заняться им больше нечем. Либо людей садить в тюрьмы и там над ними издеваться, либо телеграм-каналы создавать, в которых выкладывают эти самые издевательства. Лукашенковские бандиты заявили, что колбасу из зубров они делают не совсем из краснокнижных зубров, а из других. Каким образом они это определяют, тоже неизвестно. Наверное, в Беловежской пуще на краснокнижных зубрах так и написано, на лбу. Он защищен Красной книгой. Послушать лукашенковских бандитов смешно становится. Заносятся в Красную книгу те или иные виды животных по причине уменьшения популяции. И так или иначе, какой бы он ни был зубар, он зубар, а значит в Красной книге. По-моему, логика простая. Ну а у Лукашенко все немного по-другому. Иногда недозаконал. Ну а теперь новости от нашего читателя. Добрый вечер. Я ваш постоянный читатель. В 2020 году был инициатором стачечного движения на заводе ОАО «Белкар». Хочу поделиться с вами информацией о том, что на нашем заводе работают россияне, около 60 человек. Их прислали из Питера. Петербургский тракторный завод. Зарплату им платят на порядок выше, чем своим работникам. Плюс питание за счет завода, плюс проживание тоже оплачивает завод. Хотя для своих работников денег на повышение заработной платы нет. Люди, чтобы получить заветную тысячу, работают по 10 часов. И все субботы. И даже несколько воскресений. Еще в нагрузку навязали рабочих с радиоволны. Был случай, что человек отработал 32 рабочих дня в месяце с 31. Это если отработанные часы перевести в положенные 8-часовые рабочие смены. Прошу вас рассказать про это в ваших выпусках. Надеюсь на анонимность. И все те, кто пишут нам в телеграм-канал, остаются безусловно анонимны. Там читаю новости, которые присылаете вы мне только я. Поэтому мой телеграм полностью анонимен. Вы можете присылать мне подобного рода информацию и помечать, что тут должна быть анонимность и она будет сохранена. Ну а что касается того, что Лукашенко набирает русских рабочих и платит им в 2 раза больше заработную плату, чем белорусам, все очевидно. Лукашенко бразь, который ненавидит белорусский народ. Лукашенко чудовище для белорусского народа. Он уничтожает белорусскую национальность, уничтожает белорусский язык и все исконно белорусское. Именно поэтому он так сильно ненавидит БЧБ-флаг, с которым давал первую свою присягу на верность белорусскому народу. Беларусь – страна для жизни. Страна для жизни для кучки идиотов, которые захватили власть. Для кучки людей, которые не ставят простых белорусов вообще ни во что. Но поезда они любят видеть вот такими. Это поезд, который ездит по белорусской железной дороге. В то самое время, когда БелЖД разваливается и тонет в долгах. Белорусская железная дорога – самый дешевый вид транспорта в мире – тонет в долгах. Под управлением Лукашенко. Экономиста Лукашенко. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Присылайте свои народные новости к нам в Телеграм-бот. Мы обязательно о всем расскажем. И о той остановке, которую вы мне прислали, которую я не успел поставить. Помните про политических заключенных. Помните про родных и близких политических заключенных. Оставайтесь с нами. Живей, Беларусь! Слава Украине! Пока, друзья!